Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня мы поговорим, как оптимизировать MIUI 11 для того, чтобы она работала без проблем, меньше глюков, меньше тормозов и, соответственно, больше работы батареи, больше оптимизации процессора, ну и многих других моментов. Это Scrap Hack. Погнали! Субтитры делал DimaTorzok Зверски просто-напросто, и я не знал, что делать с ним. Так вот, решение проблемы очень простое. Переходим в настройки, далее приложение, далее все приложения, далее видите такая иконочка разрешения, следующее автозапуск и здесь, друзья, мы убираем все галочки. Конечно, вы можете настроить индивидуально, вы можете настроить под себя, не убирать все галочки, а может быть настроить немножко индивидуально. Далее, когда мы убрали все галочки, внизу есть такая кнопочка еще, нажимая сюда, переходим в системные приложения, открывается системное приложение и здесь тоже, в общем, мы убираем галочки. Галочки, друзья, убирайте просто-напросто везде, потому что в автозапуск моментом просто открываются все приложения, соответственно, конечно, гаджет будет перегреваться, здесь другого решения нет. Когда вы берете все эти галочки, вуаля, друзья, проблема решилась, гаджет больше не греется, очень простая настройка. Есть второй способ, как зайти в эту настройку, если вы сделаете свайп снизу, то откроются все недавние приложения, вы заходите в приложение, вот такие квадратики, соответственно, тоже попадаете в разрешение, в разрешении потом автозапуск и здесь все то же самое делаете. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал, все ссылочки в описании, там скидки, купоны, в основном на Алиэкспресс, на телефоны, на другие гаджеты. А добро пожаловать на телеграм-канал. Следующий вопрос, который вы задавали и как оптимизировать, это хранилище. Во-первых, как найти хранилище? Надо зайти в настройки, далее о телефоне и следующее хранилище. Очень просто, заходим в это хранилище и мы видим, что есть распределение, сколько занимают у вас системные приложения, также все приложения, в том числе системные, изображения и видео, сколько занимает аудио, ну и так далее, то есть и остальные другие настройки. После того, как вы все это проанализировали, здесь есть такая функция очистка. Заходим сюда, MIUI автоматически формирует очистку, сколько у вас, допустим, лишних каких-то файлов, есть файлы данных, есть бесполезные файлы, есть пакеты, очистка данных, память и так далее. В общем, MIUI все это формирует и предлагает вам все это дело очистить. Очень полезная штука, потому что в последний раз, друзья, у меня было около полтора гигабайта всякого мусора, я очистил, гаджет стал работать лучше. А полтора гигабайта, друзья, вы сами понимаете, это целую киношку можно установить, соответственно, очень полезная функция. Второй способ, как это можно сделать, вы, наверное, уже догадались, вы делаете свайп снизу. Далее слева вы видите иконку очистка мусорного бака и вы попадаете опять в это же приложение. Следующий интересный момент, это контроль активности. Интересная фишка в MIUI 11, мы почему-то на нее не обращали внимания. Переходим в настройки, далее питание и производительность, это иконка батареи. А сверху справа видите значок шестеренки, нажимаете на него и далее внизу контроль активности. Переходите в контроль активности, секундочку и ваш гаджет загружается. Вы выбираете интересующее вас приложение, допустим, в моем случае это будет, допустим, DoubleGIS. Вот здесь всплывает следующее контекстное меню. Первое, нет ограничения. Далее умный режим, мягкое ограничение и жесткое ограничение. Нет ограничений, это контроль активности не будет ограничивать работу приложений вообще ни в чем. То есть это приложение будет работать абсолютно всегда. Следующий умный режим, MIUI ограничивает это приложение по-своему. То есть в зависимости от того, насколько вы им пользуетесь, часто, не часто, ну и так далее. И будет действовать он избирательно. Следующее, это мягкое ограничение может влиять на некоторые функции, например, уведомления, но приложения не будут закрыты. И есть еще четвертое, это жесткое ограничение, то есть все работающие приложения могут быть закрыты для экономии энергии. Таким образом, вы можете каждое свое приложение индивидуально под себя настроить. Допустим, есть приложения, которыми вы пользуетесь очень редко. Соответственно, на них вы можете поставить жесткое ограничение, чтобы они не кушали вашу батарею, также оперативную память, ну и многие другие ресурсы телефона. Но есть те приложения, которые вы используете очень часто, соответственно, здесь вы можете поставить либо вообще нет ограничений, как в моем случае, допустим, на Mi Fit, потому что они всегда коннектятся с Mi Band'ами. Мне нужно, чтобы всегда прилетали уведомления, ну и многие другие плюшки. Если вы нажмете на три точки справа, то вы увидите разного рода сортировки. Сортировка по настройкам, сортировка по контролю активности, ну и так далее. То есть вы можете отсортировать приложения, посмотреть, насколько они активны и все такое. В общем, как вы видите, друзья, контроль активности – это очень интересная фича, которая помогает в настройке гаджета, в экономии энергии, ну и в потреблении ресурсов телефона. Не забывайте, друзья, подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео, делать репост этого видео, подписывайтесь, если вы не подписались. Всем хорошего настроения. Пишите в комментариях, друзья, что вы хотите настроить в этом телефоне. Возможно, что-то вас беспокоит и вы не можете в чем-то разобраться. Пишите в комментах. Проверю. А еще одна интересная настройка – это переход между приложениями. Забыл об этом отметить в фишках в предыдущем видео о фишках MIUI 11. Но все-таки это мелочь. Но мне, друзья, очень помогает. Я хочу вам об этом рассказать. Открываете два приложения. Соответственно, если вы хотите перейти от одного в другую, вы делаете свайп слева и задерживаете палец на экране. У вас появляется иконка предыдущего приложения. Вы отпускаете палец и, вуаля, вы переходите на то приложение, которое было открыто первым. В общем, таким образом вы можете переходить из одного приложения в другое приложение и так далее. Очень удобная, классная фича. Мне очень нравится. Реально очень помогает. Если ты хочешь делать определенные записи, браузер, ты смотришь текст, переходишь, допустим, в заметки или еще куда-то и делаешь определенные записи. Очень классная, удобная фича, друзья. Пользуйтесь. Следующий момент – это карусель обоев. Пока что MIUI 11 не настроена оптимально, потому что есть определенные проблемы с каруселью обоев. Первое – нельзя отписаться от Daily Digest. То есть вы можете открыть и настроить все, что вам угодно. Вы можете подписаться на любые другие изображения, но вот от Daily Digest вы никак не можете отписаться. Это конкретный минус. Минус, друзья, потому что я хочу просто отписаться. Мне не надо, я не хочу этим пользоваться. Соответственно, я хочу смотреть на космос, на шары и все такое. Но при карусели обоев мне выходят не те изображения, которые мне необходимы. Соответственно, здесь еще нет такой гибкой настройки, которая нужна для MIUI. Ждем следующих обновлений. Когда фичу эту поправят, тогда мы сможем еще более индивидуально настраивать свой гаджет. Если, друзья, у вас по-другому и Daily Digest у вас отключается, пишите обязательно об этом в комментариях. Мне очень интересно будет узнать по поводу этого. Следующая фишка в MIUI 11 очень мне понравилась, потому что зарядка сейчас обозначается двумя значками. Первый значок означает, что зарядка не быстрая. То есть если у вас одна стрелочка, то получается вы включили не быструю зарядку. Если у вас двойной значок грозы, значит идет быстрая зарядка. То есть если вы попутали, допустим, нечаянно другую зарядку воткнули, вы видите, что у вас значок один, то получается вы не используете быструю зарядку. Друзья, круто. Небольшая фишка, но очень действительно помогает для того, чтобы понимать, в каком режиме сейчас заряжается в телефон. Либо в Quick Charge, либо в стандартном режиме. Мне, друзья, эта фишка тоже очень понравилась. Ну и если вы, друзья, накосячили с каким-то приложением, оно у вас работает как-то неправильно, не выходит уведомление и так далее. То есть вы настроили, что-то перенастроили и где-то накосячили, друзья, есть определенное решение этой проблемы. Вы просто берете и удаляете это приложение, заново устанавливаете, друзья, и вуаля, проблем никаких нет. Следующее, кто-то в комментариях спрошел насчет отката на MIUI 10. Здесь вы, конечно, действуете на свой страх и риск, но на MIUI 10 можно откатиться, друзья. Я не буду вам рассказывать, как это делать. Конкретно нужно отдельное видео записывать, и это не так быстро, и видео это задержится. Так вот, я предлагаю вам перейти просто на канал Xiaomi Technoblog. Отличный канал, у отличного блогера Ильи. Мы с ним тоже немножко сотрудничаем, поэтому переходите на его видео. Там он полностью объясняет, как это сделать. Он в этом очень скиллованный парень, поэтому я ему доверяю в этом отношении. Но помните, друзья, да, что все вы делаете на свой страх и риск. То есть, когда вы перепрошиваете или откатываетесь назад, есть определенные глюки. Но, по крайней мере, Илья вам объяснит, как все это правильно сделать, без минимальных каких-то потерь. И вы сможете откатиться от MIUI 11 на MIUI 10. На этом, друзья, сегодня все. С вами был я, Искрабер. Пишите свои вопросы, комментарии. И всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok